Более 3 миллионов 800 тысяч туристов с января по сентябрь – это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметили на краевом уровне, отрасль свои обязательства перевыполнила, в том числе и Анапа, устоявшая перед новым вызовом. То, что у нас все-таки появился Крымский мост, какие-то другие отвлекающие факторы от курортов, но мы не опустились, а наоборот, в этом году увеличили, перевыполнили взятые на себя обязательства. По словам председателя совета Леонида Кочетова, автодорога в Крым – это прежде всего возможность выбора для туристов. По мнению депутата и одного из ведущих экспертов Веры Северюковой, чтобы удержать позиции, необходимо развивать как отрасль, так и инфраструктуру, в том числе водоснабжение и ливневую канализацию. Нам нужно об этом думать и, конечно, в следующий бюджет финансовый комитет совместно с финансовым управлением думать и вкладывать туда определенные деньги. Кроме того, необходимо привлекать больше туристов в межсезонье, в том числе на минеральные воды, которые как минимум не хуже, чем в тех же Ессентуках. Также нужно досыпать песком лечебный пляж. Эти и другие вопросы не решить без участия тех, кто зарабатывает деньги на курортных факторах. Все это будет бессмысленно, если не будет наполнения бюджета. А наполнение бюджета только от предпринимателей и частных предпринимателей, и больших коллективных средств распещения, которые стоят на учете налоговой, которые платят взносы во все бюджеты, которые только есть, которые наполняют бюджет. Свыше 30% бюджета состоит из этих взносов. Если этого не будет, то все остальное, что мы с вами мечтаем, о всех программах, это все будет бесполезно. План по курортному сбору также перевыполнен. Предполагали собрать 13 миллионов рублей, получилось 15. Эти средства планируется направить на реконструкцию центральной набережной. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.